Привет дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы разберемся в вопросе, почему не цветет пассифлора. Итак, давайте разберемся. На цветение пассифлоры влияет множество факторов. Основные из них это длина светового дня и длина ночи, температура и влажность. Это основные факторы, влияющие на цветение и плодоношение пассифлоры. Также все зависит от возраста, величины, вида или сорта растений. Например, такой вид как пассифлора фаэтида без проблем зацветает из семян в первый год посадки, а также завязывает плоды. В то же время такая пассифлора под названием сладкая гранадила, пассифлора легулярис, не способна зацвести в условиях Украины. Ни в доме, ни в открытом грунте. Поэтому, прежде чем заводить пассифлору, внимательно изучите литературу, какие виды существуют и где они произрастают. И выбирайте только те виды пассифлоры или же гибриды, основанные на тех видах, которые максимально приближаются к вашим температурным и погодным условиям. Например, такой гибрид как индиго или его прародитель Temptation спокойно переносят нашу летнюю засуху и жару и способны зацветать из семян в первый год посадки. Но и здесь существуют подводные камни. Пассифлора и индиго очень не любят температурных перепадов. И как только становится холодно, она моментально останавливается в развитии. Большинство видов пассифлор очень сильно реагируют на температурные колебания. Поэтому в этом году я цветов на индиго не увижу. Но зато меня выручают другие виды и гибриды. А именно пассифлора Фаэтида, Тукуманенсис, Интуку и Temptation. В этом году одна из моих подписчиц на практике доказала, что применение минеральных удобрений на пассифлорах дает положительный результат. Но для разных видов или гибридов пассифлора нужно подбирать индивидуальные составы удобрений. Потому как одно и то же удобрение на разных видах будет действовать совершенно по-разному. И вы можете получить непредсказуемый результат. Ну а фото и видео для этого ролика мне любезно предоставила моя подписчица Алена Шевченко. За это ей огромное спасибо. Еще я хотел поговорить про съедобные пассифлоры. Съедобных пассифлор существует приблизительно 60 видов. Но не все из них вкусные. На самом деле эталоном вкуса считается пассифлора Эдулис, которую называют Маракуйя. Некоторые съедобные пассифлоры совершенно безвкусные. Могут иметь запах чеснока или керосина. Вряд ли вы захотите есть плоды такой пассифлоры. И еще множество плодов съедобных пассифлор требуют полного вызревания. Так как плоды некоторых видов пассифлор, недозревшие, очень токсичны. И вы можете не только отравиться, а еще и умереть. Поэтому прежде чем попробовать плод пассифлоры, убедитесь, что он полностью созрел и приятно пахнет. А также внимательно изучите вид, который вы выращиваете. Например, плоды пассифлоры аденопода абсолютно съедобные при полном созревании. Однако стоит им немного не дозреть, и вы рискуете отравиться. Поэтому выращивайте только проверенные виды и гибриды. Ну а на этом все. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok